Соратника известного вора в законе Лату Гули отправили за решетку на 8,5 лет. Его признали виновным в подстрекательстве к убийству призера Кубка мира по кикбоксингу. А вот тот факт, что он вымогал у спортсмена 300 тысяч рублей вместе со своим напарником, своих подтверждений не нашел. Корреспондент агентства чрезвычайных новостей Татьяна Лаврова продолжит тему. Главным фигурантом этого уголовного дела стал Рахман Абдулаев, хорошо известный в узких кругах вору в законе. Подсудимый был соратником Лоту Гули, которого хорошо знал весь криминальный мир. Напомним, вместе с Илданизом Багировым, судя по материалам дела, Рахман Абдулаев три года назад в одном из кафе Металлургического района вымогал у призера Кубка мира по кикбоксингу 300 тысяч рублей. Как сообщает Ура.ру, они специально не отвечали на звонки спортсмена, хотя тот планировал привести долг в срок. А потом все же встретились с должником в ресторане. Но там заявили, что кикбоксер должен им вернуть в два раза больше. Долг вырос до 600 тысяч. Спортсмен с такими условиями был не согласен. И тогда Багиров набросился на него с ножом, но отправился в нокаут. Абдулаев высказывал требования в передаче денежных средств. То есть, по мнению потерпевшего, он скрывался от Абдулаева. То есть, попросил своего знакомого решить эту ситуацию. Но не получилось решить. Такой урон своему авторитету, по версии следствия, Абдулаев простить не смог. И, как считают сыщики, склонил Багирова убить кикбоксера. Судя по материалам дела, через неделю Багиров подкараулил спортсмена во дворе его дома на улице Островского и выстрелил в голову из обреза. Спортсмен скончался в больнице. Тогда двор кикбоксера Рамиля Джаниева был буквально усыпан цветами. Позже подозреваемый в убийстве был объявлен в розыск. Задержали 25-летнего уроженца Азербайджана в Троицке. Эльдонис Багиров пытался скрыться от оперативников. А после арестовали и криминального авторитета Рахмана Абдулаева. Во время следствия вскрылось, что он причастен к убийству кикбоксера. Ранее судим. Состоит на административном надзоре, который систематически нарушает. Неоднократно в 2018 году привлекался к административной ответственности. К статье вымогательства ему вменили и подстрекательство к убийству. И вот Курчатовский суд вынес приговор. По статье вымогательства обоих криминальных авторитетов оправдали. Доказатель, что они вымогали у спортсмена деньги, не нашлось. Абдулаева признали виновным в подстрекательстве к убийству и назначили 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. А Багирова осудили за убийство и отправили за решетку на 11 лет. Известно, что криминальный авторитет Абдулаев освободился в 2017 году. И буквально через полгода вновь совершил преступление. Багиров не судим. Оба они должны будут выплатить отцу погибшего почти полтора миллиона рублей. Как пишет Ура.ру, главным авторитетом для подозреваемого был известный Лотугули. По поручению вора в законе он курировал рынки на Урале, а часть денег направлял для Гули. Абдулаев знаменит жестоким нравом. В этом он равняется на Гули, который тоже все вопросы решал только силой. Более того, если бы Гули был жив, то решался бы вопрос о коронации Абдулаева. Только вот вора в законе Лоту Гули недавно убили в Турции. Стрелка задержали. Им оказался один из приближенных к криминальному авторитету. Продолжение следует...